игорь михалыч приветствую вас добрый день ну что очередная великая победа спартака вы наблюдали вчера я видел сидели с юрием никифоровым вы пришли на этот матч сидели с протоколом что-то фиксировали так вас и советником спартака сеня назовется протоколом я не сидел сергей ничего фиксировал просто это мне показалось да хорошо протокола будет так но вы пришли как бы вот вы наблюдали а все-таки как говорят знаете как говорят николай писарев как говорит николай писарев в минуту откровений что когда ты смотришь футбол все-таки в живую ты видишь многое из того что не видишь по телевизору нет ну так и вышли на самом деле так и есть но просто так сложилось ходить на футбол конечно надо но так как я смотрю в принципе на 8 матчей не надо повезло то есть если вы вынесена игра то после 7 у вас начинает болеть голова и до вечера уже не не может отлично я приехал стадиончик поляна да все дружелюбные вокруг болельщики до старых знакомых встретил удовольствие я получил ну плюс как бы ну так игра качественно олег иванович на них первое колонечко статью формы олег иванович такая фигура убежал за пробежал пробежал пробежался видно так касание видным мастерство осталось еще нормально не на то что с трибуны видно лучше над конечно не как по телевизору хотя другой стороны телевизору есть повторы но с другой стороны вроде как и на экране тоже на стадионе завторы но не такие понятно как по телевизору здесь если смотреть и бы внимательно тут и плюсы если там это ну что мы отметим по поводу стартового состава красно-белых и самарских крыльев ну крылья но они испытывают проблему опять кастане не восстановился до горы опять у них сломался но есть проблемы вот мы и плюс еще за кастанца вы имеете вида кастан за и ну как бы проблемы по народу есть тот же рахманович у них травмирован опять то что мы говорили прошлый раз вот эти две потери вот то есть тяжелая ситуация у них и надо выкарабкаться будет вот ну так появилим как-то в атаке у них ну так все них вот в первом тайме там но ежов игрока попал вот с фланга вот того где играл зиньковский и репчук и рассказов пробил но это когда по моему при счете 1 0 чтобы было на вот а так то есть они ну не агрессивные но видно я понимаю такое состояние что может быть и выбор правильный начними не выдвигаться туда прессинговать тем более у них 442 мы говорили против этой схемы у тебя тогда в середине остается трое против двух до спартака три человека там плюс эти эмбарка который может принципе развернуть там и протащить пробежать но то есть они так плавно играли не прессингуя и но и там до гола до первого принципе ничего не было ну как бы они держали все равно чувствуется что то индивидуальное мастерство какой стандарта что такое будет если они первые пропустят то скорее всего они отыграются до отыграются и это есть ощущение как бы и по тренеру по команде но тяжелый момент будут вылезать но посмотрим тяжеловато вот да по спартаку что давайте стаса стартоза да да ну там максименко понятно два центральных понятно но лишь холосевича опять ставит он справа до репчук то время году играет его ноги репчук играет слева играет прилично но с динамо вообще здорово сыграл дальше у них середина ну то есть если по составам говорить вот решим на замену выпускает литвиновым меняет чернова то есть я так понимаю дуарта сейчас травмирован да и что там дальше с ним будет не возвращается следующую игру но будет на готовке уже да ну вот это посмотрим вешал литвиново он не выпускать середину он даже масло на кубок выпустил середину а литвиново выпустил как центральных защитников то есть я так понимаю что он увидит вот у него три защитника плюс дуарды опять же говорю непонятно что там с ним будет но и плюс маслом если там на всякий случай хотя хотя он я говорю вот он вот больше видит как центрального защитника литвиново чем чем как опорника и там выбор как мартинс ну и у мяров играет в составе ну как он уже по моему по он все игры в составе играл и там выбор прутсов маркинс он выбирает прутсова на эту игру ну опять уголь для то что эти говорил он опять играет там центральный нападающего и все нормально и я говорю у нее другого места в этой команде быть не может лучше лучше что ему место не найдешь все там чувствует комфорта я вот я говорю и когда ты с трибуны смотришь этому плюс какой то есть ты все видишь мяч там ты смотришь счетом нападающий делать когда соперник атакует ну то есть он все он все время в той позиции он никуда не убегал ни во фланге ни низко не опускался за этими чем он цеплялся то есть в него когда дают он ты можешь мы говорили что даже если невысокие если передача нормально я про них вообще не говорю если коридоры эти есть даже верхом если он у тебя не в голову тебе будут пулять там да где то чтобы он опускался когда вы там сыграл то есть он корпус ставит вам это мячи обрабатывает все ну ну хорошо играет виша начала забивать он начал то есть здесь у них порядок они как бы навели на мой взгляд там банганда плюс медина то есть два левоногих справа там зиньковский сейчас приехал маркинис это я тоже посмотрел что они все мелкие они похожи то что и барка и угадь и маркинис но я не знал говорили вообще что он левша правоногий парень но он его хорошо знает ну то есть там надо смотреть уже я так понял только приехал он ему тайм дал сыграть ну вот ну так раскладывается все я говорю важно разложить и вот в таких игрок против таких команд там ничего не выдумывайте и не чудить на мой взгляд у них игра наладится вот и а вот дальше зенит там конкуренты там уже можно какие-то вещи менять тактические до чтобы и кого под конкретно под эту игру сыграть ну вот как бы сыграть именно вот в этой игре таким образом ну как бы ну понять что нужно ну как чтобы сопернику тяжело было но я бы запутать соперника он сам там ну и даже не запутать новая если мы там про зенит говорил сейчас динамо посмотрим как они с ними сыграть вот а так вот эти игры я считаю что это но для спартака это дно где-то 20 игр таких ну то есть если мы берем там пятерка там московские команды краснодар сейчас пока неудачно но я думаю наберут там зенит да и ну пока сюрпризов там и не вижу кто там будет может подтянуться а так вот здесь ты можешь отталкиваться от соперника смотря в каком состоянии соперник смотря в каком состоянии ты как бы они стыковые игры да но они не решающие решающие 20 игр темы 60 очков у тебя вот эта десятка не суд где-то за счет игры то что я сейчас начинает он начинает приобрисовываться у спартака по расстановке по требованиям по позициям то есть они ничего не чудят то есть у них так все на своих местах ну то есть мне опять я говорю после химок сказал мне ну как будто я понимаю мне это близко история но я имею эту схему и расположение игроков вот и то есть барка там играть но он лишь играл чуть ниже то есть они все равно играть в одного умерова в опорного их не прессингует и вот умеров там вопрос был вот как бы знаешь когда против тебя в два нападающих играет вот часто мы же где дискуссия бат и больше жесточайшая критика умерова там да да каосле с прошлой игры ты мне говорил я посмотрел за ним и то есть я вот смотрю например начинаю сравнивать то есть против двух ты играешь что обычно делать то есть у тебя два центральных защитника и у тебя два нападающих то есть они если даже не атакует они но они просто и коридоры вот это они все перекрывают у тебя только между собой или ты к раннему от крайне уже можешь что-то пойти даже в того же умеров то есть умеров как-то располагался за спиной ну или на уровне этих двух центров ну двух нападающих да то там у них был цыпченко и ишитов и он не может мяч получить и понимаешь то есть что можно было делать условно мы говорим там там ростов-глебов например есть да он что-то сделал он бы сел бы третьим то есть они бы сделали 3 2 и как раз вот эти они вдвоем уже не могли перекрывать то есть у тебя тогда туда будут подключаться один из двух центральных защитников здесь ну например я ничего не советую я говорю как могло бы быть а то есть потому что умеру чему говорят то он и делает я за ним посмотрел у нее три ошибки было за всю игру причем две длинные которые он хотел один раз там чуть уголь не дотянулся и у него во втором тайме был один обрез в цену там в центре поля но такая ошибка все остальное у него там какие-то отборы есть перехваты вперед играет поперек то есть получить сказали бы усадиться конечно больше мячей бы был у него да ну то есть как бы но выбор тренера такое выполняет эту установку он ее делает ну то есть в такой ситуации барка садился низко на мой взгляд я живу прям сидел вот эти линии даже у них крылья 44 2 там иногда там 5 ну там добегал крайне и барка же схемками он играл вот в этой вот в этой зоне а здесь он почему-то начал садиться ну то есть его не видно было до первого гола вот но это все равно ты раскачиваешь все равно игра 90 минут ну как бы там 45 минут ну понятно что то есть они смотрят и туда ну нет передач на и там то банганда шире уголь да все время своей позиции там зиньковский служил то наоборот зиньковский на бровку ходил бадмад года где-то сужал там холусевич подключался но пока вот еще я говорю надо улучшить взаимодействие там на крайне защитники крайне нападающие вот а так что рябчук ну вот все тоже его его зачехлили но он левоногий ночи это человека заплатили деньги он играл в чемпионате греции в принципе не 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 в самом там последнем на качество какие-то есть но ты начинаешь стать уставка чего вы угольда расколдовал говорит я его ну как бы обнял там да и бы с ним поговорим ну как будто как подход да то есть с ними там со всеми общаться ну я считаю можно было и не обнимать и не и так там не общая просто найти им позицию то что он и сделал в принципе после первой ну как бы после первого тогда не подожди первый же он тоже угольный там играл или не никакой в оренбурге соленбурге соболев играл в оренбурге они нашли по ему позицию я думаю что объяснили но он ее ловит как бы она его он понимает как там играть прошли говорю его не тянет ни на какие не фланги не к это как вот тюкавином в этой позиции играет и он играет и и у нее терпение хватает и мастерство не резки как бы на паспиона во втором тайме в аренда сейчас пицца последней линии он лишь там где-то добивания и где-то вот он там игрок штрафнул вот и то есть такая манера гену по зиньковскому но вещь а все маркинес приехал конкуренция не было игнатова правильно не был зомби на лавке игнатов от позиция наверное будут смотреть на месте барка ну вот если там туда его наверное середину тоже здесь зиньковский еще вторую игру вас в составе выходит маркинес то есть он сейчас чувствует конкуренция конкуренция тяжелая потому что маркинеса и станкович его хорошо знает он ему как бы попросил его взяли понятно что какое-то преимущество ну то есть если они будут равны то будет маркинес играть зиньковскому надо там ну как то есть вот в этой игре в этом ученого заменил не то что он мог мог ему еще дать антон беном назад минут вот эти два момента вот тоже мы как какие-то момент то есть ты когда играешь вот по такой схеме ты играешь против рассказывал против цены крайнего защитника есть он подключать стена добегать с ним тут уже ничего не сделаешь тебя никто там не может подстраховать то что у них есть крайне нападающий крайне защитник и вот он два 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 момента было то есть там зиньковский до два раза не забежал то знаешь он с ним играет у нее же все-таки навыки оборонительные не так вот на чем надо но прям в голову себя забить его и доигрывать все в обороне то есть он отдает сначала ежов отдал он он по нему был до крайне нападающий отдал и побежал за спину и он его пустил ежов убрал пробил попал там в игрока но и но я не путаю точно второй раз рассказов туда побежал он тоже вроде с ним но он опаздывает ему отдают ну там и рассказов пробил опасно в дальний угол то есть вот два в первом тайме что было и видимо поешь тот же как он там не надо там где-то вот и плохо сыграл там еще так сыграли все но нормально нормальным уровнем то что я говорю если ты умеет туда мячи не доставляет но первый тайм и барка там не очень видно было прутся вода там банганда на бровке чуть получал уголь да вообще до голова почти не видно ну то есть мячи не доходят если туда но что то что ты хочешь то есть надо понятно и тебе надо лучше открываться ей от кого эти мячи идут на должен мяч быстрее ходить и туда между линиями доставлять вот и не говоря то вопрос сказать антон ты нет ну ты не добегаешь там могли в принципе забить ну то есть вот такие но я это не совета станку и знает как с этим делом всем разбираться то есть лазиньковский есть атака мы все смотрим вот на умярова смотри вот ты смотришь мы все смотри как он с мячом но от опорный полузащик тот же нападающий там добеги два раза и вообще картина другая а это все это вопрос двух метров и двух секунд раньше старт они на две секунды и продержи эту скорость перед ним будь ему просто не отдадут туда ну ну то есть вот как конкуренция как вот она так и получается ты где-то вроде ничего с мячом но есть мячом а есть без мяча еще игра без мяча она важна вообще для игрока даже атакующего когда ты без мяча себя но знаешь что делать и конкретно и ну как бы уверенно себя чувствуешь то есть мячом у тебя лучше получать вот барк это вел ты иди обогревана во втором тайме в середине он хотел бы его вообще не обыграешь то есть он мелкий и он читает он как он обокрал третий гол они галлон как мангуст знаешь как это треките китаю то сюда высоту резкий это самый то есть он хотел бы гаон угадал корпус поставил развернул и там атака 4 в 4 когда этот маркинец пробил там в дальней крутил вот поэтому опять я говорю как эти скал после химок не легло как бы и схема и но я вижу то есть там два ливоногих здесь зиньковский сейчас маркинец есть 2 гайда позиции понятно барка позиции понятно то есть но у мяров опять же скажу что от него на мой взгляд у поэты что от него требуется он все делает то есть он там эти передач вперед как только но отдает ну как будто играть прудцов мобильный то есть он туда назад возвращается на увешан халусевича заменил но наверно больше он от него я не знаю в атаке больше хочет прошли денисов в атаке там ничего денис на самом деле у него есть как вы я не знаю кого он там играл в детстве то есть у него навыки такие хотя халусевич тоже атакующий парень на вишу там потом дал дал сыграть ну то есть так нормально все и своей половине ничего не привезли в принципе этого таря ничего не был там да все все нормально было то есть игра такая она неубедительная потом ты смотришь там уже ну как вот второй тайм то особо ничего не было то есть вот этот потеря крыльев но барка отобрал там маркине справил штрафной опять барка пробил крестовину попал то есть у нее есть это история что важно будет дальше ну вот и они начали начать мяч держать почему-то они 20 ведут они играют крыльях не атакуют как бы ну ты держишь вы едите сюда там выдвигайтесь в зону дайте нам мы там выйдем потом его вот они там раз отобрали две там быстрые атаки какие-то были потом ошибку дождались забили этот третий гол но и все не напрягаясь как ну можно сказать что почти не напрягаясь они ваше мнение все-таки по маркине су то есть вы сказали что мелковат но действительно как бы такой мелкого то есть такая немножко низкорослая команда становится там вот так не но они резкими посмотрим не ну давай смотреть дальше пока ты что-то за так увидишь не более много ему надо адаптировать говорю если станку чем он его знать у него играл же я так понимаю да ну значит там качество есть ну как то же самое что барку вот так вот такого же плана то есть только он флангу будет там обыгрывать там надо мать 5 барку барку показал царя в первом же матче как бы этот мужчина как бы но позиция другая сергей потом он вышел 2-0 счет уже 2-0 счет эти вот уже играют уже где-то туда не рискуют ты ты тоже не лезешь например ты получаешь меня счет 2-0 ты можешь чтоб себя проявить но может он еще не чувствует как вот прояви себя и пойти там в обыгрыш ты потеряешь мяч раз потеряешь два не то ты 2-0 видео что ты просто отыгрываешь ты не обостряешь поэтому это но это понятно и другая ситуация вот это чем по голам на 5 это после стандарта но тоже я говорю как мы они как вот про маленький я говорю как мангусты иначе тоже и этот уголь забил бог то есть не бабич здорово там сброс бабич грамота раз развернулся там не рикошетов ничего он ему так в ногу дает этот и рассказывает тут ногу как убил он выставил там щелкнул туда все ну вот его игра вот его голы то есть побежал на все игра разблокировать то есть крылья на мой взгляд понимает на все то есть им надо было держать 0 каким удачным за тем даром забить да может быть как ты вот нам на это надеяться а так и видно они прям бум вот я говорю барка низко играл вот второй гол тоже умел обыграл он упал его продумывал не поймаешь то есть кто там за ним был я не помню у меня спиной включать вот туда показывать зачем-то читает этот игрок крыльев он в эту сторону разворается улететь уху и тел как на мотоцикле и здесь потом он этому отдает пруцеву отдает пруцев отдает чуть-чуть не точно но там и одни вернее пруцев точно отдает а кто там по-моему гальда хотела отдать также барда там получалось либо прорыва дача да не но там она цветом солдатинка прочитал то есть если бы солдатинков на месте остался бы то она проходила он в один в один выходил а там не проходила потому что он его бросил то есть кто подрезал угольда и пошел туда и он перехватил и опять забавно и опять получает что барк его накрыл то есть барка сразу вступил в отбор отскок и пруцев опять исполняет здорово то есть это вы какая хорошая вещь я вот с динамо и увидел очень сильно когда при отборе они прям как эти как муравьи прям туда ну то есть накрывали но здесь тоже получается он открывается тот читает перехватывает мяч он сразу в отбор вступает в этой игре меньше тоже они меньше ошибались они меньше рисковали туда вот это не так бросалось глаза но это есть там с динамо это было то есть прям много моментов они прямо ошибаются в чужой половине сразу два-три человека сразу туда идут то есть не не останавливаются сразу туда вот поэтому я говорю зиньковский маркинестом будем смотреть уголь да нормально сейчас забиваю